Стало известно, почему умер Александр Масляков, легендарный ведущий КВН. Пиркоров заявил, что мечтал ездить на мотоцикле и работать в газете. Проблема у бывшего мужа Пугачёвой. Чулабанов в долгах, как в шелках. Маргенштерн в опасности и по новому уголовному делу грозит ему до двух лет тюрьмы. Кай Метов боится за свою жизнь. Хочет аж 30 телохранителей. Самые яркие и важные новости обсуждаем вместе, чётко без воды. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Катрака лёгких умер Александр Масляков, легендарный ведущий КВН. КВН было ему 82 года. Руководил клубом весёлых и находчивых с 1964 года, то есть 60 лет. И за это время он стал символом юмора и сатиры в России за её пределами. Неоперабельную опухоль лёгких нашли в 2022 году. После того, как перенёс коронавирус, болел он дважды. От работы в КВН с тех пор отошёл. Стафету взял его сын. Кстати, 8 месяцев назад Маслякову уже сказали, что лечение абсолютно бессмысленно. Разговаривал с трудом, было тяжело дышать и передвигался с охраной на гольфкаре. Писали, что новым ведущим КВН может стать Дмитрий Хрусталёв. Но сын Маслякова опроверг эту информацию. У меня искреннее соболезнование родным и близким великого человека. Киркоров удивил. Говорит, мечтал работать в газете и ездить на мотоцикле. Цитата. Я же байкер, я же рокер. Вообще, по сути, рок-музыкант. Хотел им быть всю жизнь. Так получилось. Спел Атлантиду, которую петь не хотел. С тех пор, собственно, всё началось, сказал Филипп. Кстати, на карьеру журналиста. Говорит, всегда нравилось писать статьи и что-то рассказывать о себе. То есть, вполне возможно, на старте карьеры он сам о себе пописывал. Нынешних журналистов Киркоров похвалил. Говорит, стали они лучше. Цитаты, конечно, могут раздражать глупыми вопросами. Но не реагируя на это, просто улыбаясь. Пугачёва бывшему мужу поможет долг погасить. Во всяком случае, мечтает об этом Сергей Челобанов, с которым вместе она кувыркалась два года. Писал песни, делал аранжировки, пел даже сольно. Говорил, что был бурный роман, полный страсти и любви. Но была зависимость, это прокидывал за воротник. Не могла это Пугачёва терпеть. Да и ему, собственно, непросто было с ней. Сейчас же СМИ пишут, что у Челобанова долг перед налоговой. Аж 430 тысяч российских рублей. То есть в долларах примерно 4770. Конечно, вся надежда на то, что Пугачёва, богатейшая женщина, поможет. Но, говорит, вычеркнула её из своего сердца. Особенно окончательно после того, как связалась она с Галкиным. Сергей Челобанов обещает, что ещё споёт. На сцену планирует выйти в феврале 2025-го. Налоговая же затаила дыхание и ждёт денежки от бывшего мужа Пугачёвой. Моргенштерн может присесть на два года, если вернётся в Россию. Завезено уголовное дело за то, что он в соцсетях не подписывал, что он иноагент. После этого Моргенштерн в Телеграме поудалял все записи. Конечно же, Алейшер расстроен. Ещё в интервью Собчак он прям конкретно заявлял, что не понимает, почему он иноагент. Готов вернуться. Если что, ждал, чтобы статус иноагента сняли. А тут ещё уголовное дело завели. Сейчас Моргенштерн живёт на Бали, выступает он в Европе, на днях в Риге пел. На концерт пришли не только те, кто понимает русский язык, но иностранцы, которым просто музычка нравилась. Так сказать, бог миловал, хоть не понимали, о чём он поёт. В России проблемы Моргенштерна появлялись ещё до 1922 года. За его тексты песен. Общество вообще не могло понять, как так. А бы о чём поёт, да? Уши вянут. А по госканалам показывают. Несколько раз бывал у Урганта на диванчике на Первом канале. 19 сентября Кайметов отметит шестидесятилетие. И подходит очень громко к этому юбилею. СМИ трубят, что он самый охраняемый объект в стране. Просит аж 30 телохранителей. Конечно, кто-то посмеётся, скажет, что исполнитель хитов где-то далеко идут дожди. И позицион намбаубан уже прям на дне карьеры. У меня поклонник-то есть. В России регулярно гастролируют. Пел у меня в Белоруссии. Даже я дважды бывал на сборных концертах, где пел Кайметов. Готов на выступать на частном мероприятии за миллиончик российских. То есть в долларах примерно 11 тысяч тонн. Перевожу для того, чтобы понимали все зрители. Этот канал смотрит больше половины людей не из России. Удивительно, Кайметов трезвенник. По райдеру понятно, что хочет он всего-то 3 литра сока. Апельсиновый, томатный, яблочный. Любит мясную, сырную, овощную нарезку, фрукты и хлеб. Если частная вечеринка, то нужно всего-то 2 телохранителя. Если концерт от 4 до 6 в цирке, 10. А на стадионе от 20 до 30. Такие вот новости, друзья. Напишите, чем вам запомнился Александр Масляков. Можете выразить соболезнования. Как вам новая мечта Киркорова о мотоцикле? Помните ли бывшего мужа Пугачева и Чулабанова? Ну и что думаете о Моргенштерне и Кайметове? Пишите мысли в комментариях. Не стесняйтесь, именно там мы вместе обсуждаем самые яркие темы, находим истину. Обязательно оцените видео, чтобы вы видели другие. Подпишитесь на канал. Черед новость к новостям уже завтра будет что обсудить. Если соскучились, можете подписаться на меня в соцсетях. Есть ли в ВКонтакте, в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке. Конечно же, за поддержку канала буду благодарен искренне каждому из вас. Огромное спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня. Шикарного настроения. Редактор субтитров А.Семкин